Здесь, в столице Казахстана, намерены уничтожить целую систему озер под названием Талдыголь. Я скажу, что эта тема раздутая. Проплачены активисты, блогеры. Надежды мало на то, что мы остановим этот беспредел. Но мы все-таки надеемся, что вы, господин президент, нас услышите и прислушаетесь к голосу народа. Активистка, которая обратилась к Асамжамарту Кукаеву, она умерла. Это была одна из самых активных участниц движения. Кто знал, что это у нее на самом деле были считанные дни до ее смерти, а она вот в реанимации, она все волновалась. Какой ответ из генпрокуратуры? Проверьте личный кабинет, она говорила. То есть, умирая, она беспокоилась. Она вот в своем доме была той движущей силой, которая всех вдохновляла. Она была намерена бороться до конца, но до своего конца она действительно боролась. Госаппарат должен служить народу. Вот этот шум, он какой-то искусственный, да? Это тоже не исключено. Жители ежедневно писали, обращались в полицию, да, и никто не отвечал, не реагировал. И они вот обратились к древним, скажем, традициям, да, когда люди обращались к шаманам. И вот они пришли туда с этим перформить, да, боксом. Этот ролик мне очень напомнил знаменитую фотографию пекинской площади Тяньаньмэнь, где китаец с авоськой пытался в одиночку остановить колонну танков. А вы, Бахсе, пытаетесь остановить КамАЗ. Для меня эта сцена очень символичная, как будто человек в одиночку пытается остановить государственную машину. Вы не думаете, что силы не равны? Чтобы остановить государственную машину, это, конечно, сложно. Я не могу ручаться за это. Но это один из способов привлечь внимание общественности, чтобы воспрепятствовать засыпке, воспрепятствовать бездумной той системе, которая сейчас занимается засыпкой. На эмоциях обматерил КамАЗиста и стоящих сотрудников этой строительной организации. Приезжает полицейская, они позвали полицейского. Естественно, когда задерживали, из-за незаконного задержания я сопротивлялся. Я так подлагаю, что дело кончилось штрафом. 14 500 тенге. И это было за нецензированную лексику. Видно? Да, видно. Мама, ты сейчас активно кормится, там все головы. Вижу. Мною зарегистрировано в черте города присутствие 168 видов. А сколько краснокнижных из Красной книги Казахстана 11 видов? А международная книга? 12. 12 видов из Красного списка Международного союза охраны и природы. Больше, чем в казахстанской книге даже? Ну да. Что будет вот с этими фламинго? Некоторое количество они не улетят, потому что, возможно, это поздние выродки, либо слабые птенцы, они, если останутся зимовать именно на Малом Талдуколе, инспекция лесного хозяйства Акмолинской области скорее их отвезут в зоопарк, либо какой-то питомник, чтобы они до весны там обитали, потому что они не выживут. Поздние выродки, по-моему, вон там засыпают озеро. Согласно комплексного плана оздоровления окружающей среды города Астана, на 18-20-е годы планировалось сделать водный природный парк на базе Талдукольской системы «Озер». Там есть такой пункт в этом комплексном плане. Но с приходом Кулькинова мы узнали, что в этот план не вошел Малый Талдуколь. И после этого, как посмотрели на сайте генплана, что они собираются полностью засыпать озеро, мы подняли проблему. Не стоит вопрос об осушении, не стоит вопрос об уничтожении. Руслан, что это за свалка? Это свалка, которая возникла, начала возникать в конце прошлого года, примерно, если судить по спутнику с ним, где-то в ноябре она стала появляться. И вот в этом году активно ставила эта территория засыпаться строительным и бытовым островом. А здесь раньше было озеро? А здесь было озеро, да. То есть до апреля прошлого года здесь было полноценное озеро. И системы Малой Талдуколь. Это да, это часть, самый северный участок группы озер Малой Талдуколь, который сейчас у нас фрагментирован и разделен дорогами на шесть изолированных участков. Третий участок это возле мечты, он сохнет, он грязный. Четвертого уже нет. Здесь сайт Астана Генплана, управление архитектурой. Там уже здесь запроектированы дома. То есть, допустим, вот слева от нас здесь запроектирован детский центр. И вот тут школа на 1800 мест. Чуть дальше церковь православная. Дальше еще одна школа, а вокруг это все жилой квартал. То есть, засыпали это за несколько месяцев. Вот то, где мы стоим, отсыпали за два месяца прошлого года. Это насилие над природой. Камыши, в которых обитают лебеди, в которых выращивают лебеди своих птенцов. Я сама своими глазами видела этих лебедят подросших. Их просто засыпают мусором. Прямо сверху. И это просто разрывает сердце. И вот в этой истории меня также возмущает манипуляции, которые происходят. Первая манипуляция якобы озеро милеет. Речь идет сегодня, в настоящее время, всего лишь об одном маленьком участке, который на сегодняшний день высыхает. Это участок номер пять, он находится напротив зеленого квартала. Он сохнет, он в прошлом году сохнет, в этом году сохнет. Это они сделали искусственно. Вот этот участок, который прямо возле ЖК «Зеленый квартал» стоит, да, в улице Сыганак, он, да, происходит обмеление. Это обмеление происходит в результате антропогенного вмешательства. То есть раньше это был один участок, было поверхностное сообщение. И это поверхностное сообщение после строительства автомобильного дорога нарушили. Так называемый малый толдуколь, скорее всего, исчезнет естественным путем. Насколько это, ну скажем, озеро жизнеспособно. Об этом нужно все-таки, я думаю, рассуждать именно специалисты. Уровень грунтовых вод расположен выше, чем уровень воды в толдуколье. Из водоносного горизонта, за счет наличия вот этого давления, да, за счет давления, происходит разгрузка подземных вод. То есть они подпитываются подземными водами, озера толдуколь, и в принципе они обмелеть не могут окончательно, да, если их не трогать. Да. Даже в самую засушливую погоду. Все правильно. То есть озера в основном существуют за счет подземных вод, за счет питания подземными водами. И ежедневно для строительных целей, строительные компании и просто вот машины выкачивают воду, просто варварски приезжают и выкачивают воду оттуда. И потом говорят, ой, озеро мелеет. Вторая манипуляция и ложь, да, которая меня просто... Они говорят, что это лужа. Ложь, ложь, ложь. Эти озера живут за счет атмосферных осадков. Во-первых, поступает с соседних застроенных домов, вся вода собирается от дождя. То, что касается атмосферных осадков, все эти водно-болотные угодья, это зеркало-выдь содержит только за счет этого. У водоема нет естественной подпитки. Туда поступления воды нет уже, потому что идет активная застройка везде, да? Там же Нура и Силь между двумя, и поступления воды нет. Об этом нужно все-таки, я думаю, рассуждать именно специалисты. Превышение реки Нуры над рекой Ишимом от 10 до 14 метров. Это перепад такой, да? Да, перепад. Когда проходит большой хороший поводок, идет переток подземных вод, то есть и поверхностных, и подземных вод идет переток в реку Ишим. Это называется бифуркация. Адера расположены в этих водотоках, которые, ну, образовались процессы бифуркации воды из реки Нуры в реку Ишим. Вот, пожалуйста, карта. Вот здесь есть и Талдеколь, и Большой Талдеколь. Это какой год? Вот, это 1913 год, еще до революции. Больше 100 лет прошло. Это доказательство того, что это озеро всегда здесь было. То есть это никакая не лужа, это никакие не смывы нечистот. В 1800-1912 году, значит, сливов нечистот не было. И вообще доказано, что этим озерам 13 тысяч лет. Ложь. Вторая ложь. Третья ложь. Якобы в этих озерах столько инфекций. Вода там загрязненная, то есть у нас есть там. Это весь ил, осадок всех тех очистных, то есть водостоков, которые годами собирались. Уже сейчас там зафиксировано превышение хлоридов, сульфатов, там, по-моему, аммиака даже. Об этом нужно все-таки, я думаю, рассуждать именно специалисты. Озеро за эти много лет, там, миллионы лет, они заилились. Если бы прочистить, прочистить, да, от его освободить, то питание бы возобновилось. Озеро, говорю, были бы более, это, постоянно подписывались свежей подземной водой. Есть исследования, которые проводили про Малый Талдеколь. Есть вот одно заказное исследование 2014 года. Есть еще более-менее свежее исследование, но на очень скорую руку сделано 2020 года. Есть вот свежие данные от Департамента экологии. И все они говорят разные, разные ответы. Исследование, на которое Акимат всегда ссылается, заказное исследование, которое было сделано для осушения. То есть оно так и называется, проект осушения озер Малый Талдеколь и так далее. Это исследование устаревшее. А последние свежие у нас данные есть, которые делал Департамент экологии. И там нет никаких превышений, предельно допустимых концентраций. Мы, конечно, могли бы спросить и у птиц. У птицы своим фактом существования и обитания на этих озерах. И то, что они не покидают их. И дема говорят о том, что они живут в приемлемом водоеме. Ну, говорит, что он чистейший мы не можем, потому что все-таки стройка ведется, воду сливают, снег туда вываливают уже с примесями и так далее. Конечно, какой-то уровень антропогенного нарушения там есть. Но пока он в пределах нормы. То есть, если эти озера и загрязняются, то они загрязняются человеком. Да, и они достаточно успешно самоочищаются. Никто не собирается из этой воды пить. Но для птиц она идеальна. И как показывает прилет фламинго и присутствие лебедей до сих пор на этом озере. Лебеди не живут на болотах, лебеди живут в чистых озерах. А потом манипуляции с водным кадастром. Говорят, вот, оно не было водным кадастром. Их водных фонда города никогда не было. Это водный объект. Но они никогда не были оформлены. Водный объект существует изначально. Мы это подтверждаем. То есть это никакая не лужа, образовавшаяся тайной снегу? Совершенно верно. Мы говорили неоднократно в своих письмах о том, что это водный объект. И что на нем необходимо установить водоохранные зоны и полосы. Водоохранной зоны у Малого Талдеколя до сих пор нет. Именно поэтому он подвергается сейчас всему тому, что с ним происходит. В середине этого года узнали, что они вообще, оказывается, категорию земли поменяли из водного фонда в земли населенного пункта. Что законно лишает вообще охраны озера Малого Талдеколя. Каким образом это было сделано? Явочным порядком? У нас в земельном кодексе, к сожалению, есть такая статья 136-1, где акиматам дается право менять категорию земли из водного фонда в земли других категорий, если там происходит обмеление или по другим причинам происходит осушение, то есть обмеление озера или других водных объектов. Здесь должна была быть государственная экологическая экспертиза, но этого в самой норме не написано. То есть эта норма сама по себе коррупционная, потому что эта норма дает акиматам единолично, создавая свою земельную комиссию, переводить категорию земли из водного в другие категории. Нормативная база, то есть ее последовательность не соблюдена, так как водоохранные зоны должны быть установлены, то есть водный фонд должен был быть обозначен. Сначала, прежде чем его переводить земли из водного фонда в земли населенного пункта, это надо было сначала установить водоохранные зоны и полосы. А этого не было сделано? Этого до настоящего времени, как я выше сказал, не исполнено. Вот слушая всю эту историю с этим озером, когда говорят, да это и не озеро, да это и вообще не водоем, да это какой-то отстойник, когда это говорит акимат, становится больно, потому что каждый водоем, он должен защищаться, каждый водоем. Мы за то, чтобы все было согласно требованиям экологии, но надо правильно с умом делать. Это озеро, когда мы заселились в своем доме, оно представляло собой огромнейший ареал обитания вот этих вот уникальных птиц краснокнижных. Первая весна в этом доме для нас была сущим праздником. Когда растаяло озеро, прилетели лебеди, прилетели пеликаны, там даже журавли тогда были. Вот журавлей давно не видно и пеликанов уже не видно. Действительно же лебеди, я вообще с Алматы, где у нас есть лебеди? А здесь вот вытянешь руку и посмотришь их, они такие красивые. Это живая, настоящая природа, это вообще чудесно. Просто я сидела тогда, это позволяла, погода, температура, сидела и любовалась. Это вообще магические птицы. В этом году прилетели 13 фламинго. Народ пошел любоваться, и когда мы с биноклями, дронами, видеокамерами, с фотоаппаратами, своими сотками пошли снимать это все, мы посыпались на это озеро, вдруг появилось три пустых автобуса. Полиция пригнала. А вдруг мы там митинговать начнем? Я об озерах узнала в 19-м году в ходе знакомства с орнитологом Русланом Муразалиевым во время вирд-вотчинга. Мы ездили к Большому Талдеколю, потом останавливались у Малого Талдеколя, тоже там наблюдали за лебедями. И меня удивило, что в нашем городе есть такое место, такие озера. Когда вышли фламинго, люди смотрели, смотрят, кто-то сказал, они пасутся прям как бараны. И я так посмотрела, говорю, да, это их жейлау, жейлау птичьи. Многие знают про зиму астанинскую, про застройку хаотичную и все, а про то, что здесь так много озер, про это, а это черту, которую можно сделать, ну, как бы фишкой города. Акимам именно столицы, хоть действующей, предыдущей, мы дали такой шанс построить такой умный, смарт и экологический город с нуля. Вам дали большой степь? Строите, учитывайте. Хоть, не знаю, тут сажайте там леса, тут оставьте озеро, там можно много чем сделать, чтобы привлечь туристов и самого населения. Я много где был в мире, объездил примерно полсотни стран, бывал во многих столицах и сходу не вспомню, в какой столице есть водоемы с лебедями, великанами, чайками и фламинго. Ну, на память приходит разве что Сент-Джеймс-парк в Лондоне, в двух шагах от Букингемского дворца. Я, правда, не знаю, это искусственные пруды или естественные, но факт, что в Великобритании каждый лебедь находится под личной защитой королевы. А здесь против них Камазы и Бульдозеры, против беззащитных птиц. Руслана, расскажите об идее природного парка. Она родилась у нас в конце 2011 года, в 2012 году мы ее, скажем так, оформили. Ничего нового не придумали, велосипед не изобретали, просто попытались максимально адаптировать международный опыт, ведущий международный опыт к нашим реалиям. В 2018 году было политическое решение Акима Бахута Султанова о том, что начинаем планировать парк. В 2019 году план детальной планировки по городскому парку был закончен. Но на тот момент он ограничивался только территорией озера Большого Талдеколь. Сегодня мы стоим перед риском, когда мы необдуманно разрушаем экосистемы части малого Талдеколя, что, несомненно, приведет риски уничтожению всей экосистемы. И вообще идея создания парка сейчас тоже остается под большим вопросом. Во всем мире, наоборот, признают ценность таких вот участков. Это природный объект, точно такой же, как горы, водно-болотные угодья. Да, водно-болотные экосистемы, это как раз таки характерная экосистема для северной половины нашей страны. И мы были в лондонском центре водно-болотных угодий. От центра города, от Букингемского дворца, 8 километров по прямой. Этот парк возник не на базе природных водоемов, природных водно-болотных угодий, а он возник на базе бывших таких коллекторов воды. То есть они воспроизвели природную экосистему искусственно. В нашем же случае природа все за нас уже давным-давно сделала. Нам нужно просто к этому нормально относиться. Правильно иметь такие вот природные зеленые зоны в городе, потому что это соответствует вообще философии столицы, которая проектировалась японским архитектором Кисио Куракавой, который говорил о симбиозе города и окружающей его природы. Ну и плюс вот эта вот идея Нурсултана Назарбаева, которую он озвучил про зеленые клинии, когда в город проникает природа, происходит проникновение природы. Это все прям хорошо ложится на вот эту всю философию, идею города. Идея Назарбаева о зеленых клиниях стала хериться при Акиме Кульгинове. И вместо зеленых клиниев сюда стали проникать мусорные клинии, да? Да. Если смотреть с точки зрения международного законодательства, у нас есть 27 конвенций в области экологии, подписанные Казахстаном по охране окружающей среды. Среди них также есть Рамсарская конвенция по защите водно-болотных угодий, водоплавающих птиц. Есть конвенция по защите мигрирующих животных. Согласно Рамсарской конвенции, Казахстан обязан сохранить водно-болотный угодий, даже увеличивать площадь. К сожалению, мы видим то, что главный ответственный орган Министерства экологии не выступает в защиту малого и большого Талдыколя, потому что они должны были выступить с предложением включения в состав озер Казахстана и дальше в состав Рамсарской конвенции. Какая-то реакция у Минэкологии была? А поздно это реакция. Они дали своим пресс-релизе. Мы считаем, что должны сохранить экологию. Ну, все считают, что должны сохранить экологию. До этого сколько лет уже поднимался вопрос. Даже бывший министр Макзом Мурзагалеев должен был выступить с предложением. Даже в Акимат, либо в Можилисте поднять вопрос и включить в состав малого и большого Талдыколя систему озер Казахстана и защитить таким путем. Конечно, такой реакции от Министерства экологии не было. Они просто сейчас как-то дали такой месседж. Мы тоже считаем, что мы должны и обязаны сохранить. А дальше что? Дальше конкретики нет. Как Министерство экологии собирается предпринимать какие-то меры? Мы этот вопрос неоднократно на встрече с Акимом города обсуждали, поднимали, высказывали свою обеспокоенность. Они должны были защитить законы путем. Возможно, сделали бы, наверное, в городе какой-то природный резерват, возможно, природный заповедник, либо, возможно, природный парк им столба в городе. Я вот этот вопрос еще раз отдельно сегодня с Акимом города обсужу, сегодня-завтра. И мы готовы будем, потом с вами дополнительно можем встретиться. Спасибо. Сейчас это все, конечно, неясная ситуация, да? То есть обещают, но не выполняют. Вот эту ситуацию мы наблюдаем уже почти полгода. К сожалению, таких конкретных шагов от Минэкологии не было. И, соответственно, местноисполнительный орган, как удобно себе, они пошли на такую хитрость, поменяли земельную категорию, сейчас передали уже частникам, а земля уже частным. В Министерство экологии разве нет полномочий приостановить вот это явное нарушение регламента? То без закона. Я, насколько знаю, в надзорные органы, то есть в прокуратуру, направлено соответствующее письмо от Министерства экологии, на что мы, соответственно, ждем реакцию и совместно планируем работать. Когда Министерство направило это письмо в Генериальную прокуратуру? Это было направлено в течение последних месяцев трех-двух. И в какой срок Генпрокуратура обязана ответить вам? Это я, к сожалению, не знаю. Пока идет вот такое торможение. Это не торможение, это процедура осмотрения называется. Работа продолжается. Вы были очевидцем, мы сняли. В комитете есть понимание, что ситуация требует экстренного разбирательства? Да, понимание есть. Потому что она может быть необратимой. Вы должны сейчас дождаться реакции надзорного органа. После этого вы можете подать в суд, да? Совершенно верно. Надзорный орган, у них есть рычаги, более дееспособные, чем у нас. Так как у нас нет рычагов о приостановлении вот этой деятельности. Но, тем не менее, мы... В судане эти рычаги разыскивают уже три месяца. Это не совсем так, Вадим Николаевич. Я просто не понимаю вот такой затяжки, когда ситуация требует скорейшего разрешения. Есть конвенция Орхусская, которая говорит, что все решения, которые касаются экологических вопросов, должны быть приняты с учетом общественного мнения. Но в данной ситуации, как при переводе категории земли, так и вообще при засыпке и при утверждении генплана, никакие общественные суши не проводились. Вот эта проблема, она уже не локальная. Она перерастает и размеры столицы, и размеры страны. То есть она сейчас потихонечку становится международной. То есть такого экологического беспредела я вообще не видел. И я думаю, что скоро очень об этом будет говорить вообще весь мир, когда на живых птиц скидывают грунт. Ну, это сущее безобразие. Да, это отвратительная история на самом деле. Акимат должен занимать принципиальную позицию защиты экологии. Говорят, что имеем, не храним, потерявши, плачем. А мы то, что имеем, не просто не храним, а гробим и убиваем. И все из-за представления городского Акимата о прекрасном. А представление Акимата о прекрасном таково, чтобы все ходили с троем и вот эти одинаковые человейники. И какие тут цели устойчивого развития ООН. Какая зеленая экономика. Уникальность, говорите? А мы по ней ковшом экскаватора. У нас особый путь, епта. Вы стали инициатором встречи активистов с представителями Акимата на площадке Нуратана. Все это время экологи пытались донести, но их не слышали. Так вот, только впервые на площадке Акимата, вот все 90 страниц презентации, которые были подготовлены Русланом Уразалиевым, все, начиная от экологической катастрофы и тем, что вообще-то озеро загрязняет. Оно не грязное, его загрязняет Акимат своими поручениями, что из него выкачивают воду. И что вообще-то вода, по сути, даже несмотря на загрязнение, она пригодна для птиц. Пожалуйста, суммируйте вашу позицию в сжатом виде. Вести мораторий, приостановить любую сейчас строительную деятельность, которая сейчас несет прямо прямую угрозу, которая может повлечь исчезновение вот этих вот природных водоемов. Они пришли к неким решениям, да, и одним из решений было, что они приостановят застройку до выяснения всех обстоятельств. Насколько я знаю, на себя ответственность взял зам Акима Нуркенов. Он сам, на мой вопрос, будет ли приостановлена засыпка, он дважды подтвердил, что она будет приостановлена. Он, это Нурлан Нуркенов. Нурлан Нуркенов дважды подтвердил. Более того, после совещания я подошла лично к нему и сказала, «Вы действительно обещаете, что это будет приостановлено?» Он сказал, «Я даю слово». Я говорю, нужно ли письменное какое-то там протокол? Он говорит, нет, это моего слова достаточно. Нет людей, которые сидят, скажем, в чиновничьих креслах, и которые сидят и хотят навредить. Вот это реально, ну, как говорится, как камикадзе, самоубийца нет. Сегодня власти города дают публичное обещание перед обществом, перед руководством страны, в конце концов. Нарушить его будет себе дороже, поверьте. Ну, за Макима же он не может быть пустобрехом. Ну, конечно, да, то есть... Он же должен, ну, хотя бы за какие-то свои слова отвечать. Да, да. Ну, то есть, они об этом заявили, вот, ничего приостановлено не было. На заседании Нуркенов сказал, что на момент, пока будут выясняться обстоятельства и готовится, скажем так, официальный документ, официальные ответы Акимата, строительство будет прекращено, то есть засыпка будет прекращена. Мы же с вами видели сегодня, что на глазах не только наших, но и фламинго, и лебедей, и чаек, самосвалы сгружали грунт. Еще и мусор. Да. Ну, вот, это заседание было в пятницу. В каком числе? Так, с 17-го. Многие обрадовались этому факту. Уже и люди стали благодарить партию Нур-Утан, что вот, наконец-то, при вашем вмешательстве, наконец-то, скажем так, ситуация с мертвой точки сдвинулась. И Акимат услышал простых людей. Но, как оказалось, это все было временно. Сегодня 27-ое сентября. Да. И работы шли полным входом. О чем это говорит? О чем это говорит? Ну, планов никаких не было, значит, останавливать это все. Наоборот, все ускоряются, чтобы, скорее всего, до конца строительного сезона максимально отсыпать этот район. Так это что, был обман публики? Ну, да, получается, что обман. То есть, заместитель Акима Астаны обманул общественность? Так выходит? По факту. По факту, да. Смотрите, 17-го сентября состоит собрание, где заместитель Акима столицы Казахстана, Нурлан Нуркинов, обещает приостановить. При всех. Вот 25 человек сидело. Через 4 дня возобновляется засыпка. Барбарская. Заместитель Акима Трепло? Ну, выходит, что он не отвечает за свои обещания. Подождите, есть понятие репутации и доверия. Еще никто не отменял. А как верить такой власти, которая не отвечает за свои слова? А я тоже хочу сказать Акимату, хочу спросить, а как вам верить после этого? Вы при всех свидетелях, при экологах говорите, мы приостановляем засыпку и через 5 дней фактически это продолжает. Как вам верить? Смотрите, застройщикам ни указ, ни обещание зам Акима, ни партия власти, Нуратан. Почему они такие борзые? Я думаю, вам нужно задать вопрос Акиму города Кульгенову. Мы задаем вопрос Акиму города, Алтаю Кульгенову. Почему не исполняется обещание вашего заместителя? Или это с вашего ведома? Или с вашего молчаливого согласия здесь идет этот беспредел? Это очень, конечно, печально осознавать. Я не ожидала, что будет. Это предательство. Это предательство, я бы сказала. Со стороны Акимато, со стороны зам Акима, как минимум. Эти встречи проходят в режиме анестезии, протестов, настроения. Да, да. Как говорится, как камикадзе, самоубийц нет. Здесь среди художниц есть группа Кадми Козыл. То есть местная астанинская группа, состоящая в основном из молодых девушек, женщин. Они решили провести тоже свою перформанс в защиту Талдыкой. Они были в белых одеянех. Вот этот вот кемишек, национальный головной убор. И чем-то изображали из себя лебедей. В общем-то, акция интересная была. То есть это тоже было связано с техникой, воспрепятствованием техники. Их было на человек 9-10, наверное. Вторая катастрофа человеческая, когда люди от отчаяния, просто от отчаяния, что их не слышат, идут с детьми. И как они вот в чем есть, против бульдозеров, против камазов, для того, чтобы остановить это. Они не могут на это смотреть. Мы как горожане, мы хотим в этом городе иметь свой голос, чтобы город отражал наше присутствие здесь. То есть, чтобы мы здесь чувствовали себя по-настоящему, как дома. У меня напрашивается вопрос, почему до сих пор никто не подал в суд? Ведь это же откровенное попрание всех законов, которые есть. Какие юридические основания будут для иска? На каком основании они вывели из водного ресурса и присвоили себе озера? Вот это первое. Вторая сторона утверждает, что это им позволяет сделать земельный кодекс. Неправда. По земельному кодексу, по водному кодексу, это водный объект, он должен пройти согласование у Министерства экологии. Да, в этой части земельный кодекс противоречит водному кодексу. Какие еще? Конечно, что вот именно застройщик, на каком основании, то есть, какие были у него разрешительные документы, проводили они ли общественные слушания? Понятно, что в Экибате нет вообще специалистов, да? Видимо, да. Я не знаю, первый раз работаю на этом уровне. Торжествует отрицательная селекция. И что они считают, что они правы лишь на том основании, что они занимают определенные должности. Что они Экибат. Верх экологического неправильного сознания у Экибата, города Нур-Султан. Верх, который показывает в целом отношение Экибата к природе. И в конечном итоге отношение не только к природе, как вот к воде, к животным, птицам, к растениям, к человеку. Потому что мы тоже составная часть этой экосистемы. И как можно это делать? Мы сейчас находимся у здания городского Акимата Астаны, где располагается также и городской Маслихат. Сегодня 29 сентября. И здесь должна пройти встреча на территории, на площадке Маслихата, двух заместителей Акима города, с Джамилей Садыковой, Русланом Урзалиевым и исполнительным директором Ассоциации биологического разнообразия Казахстана, Верой Вороновой. Вера, какие ваши ожидания от этой встречи и какие вопросы вы собираетесь задать заместителям Акима? Первое ожидание, это самый такой скорый результат, это внести ясность с происходящей засыпкой одного из озер Малого Толтеколя. Внести ясность, в каком плане. Получить, наконец-то, и рассмотреть вместе разрешительные документы, которые имеет на сегодняшний день застройщик, на то, чтобы вести данную хозяйственную деятельность на водном объекте. И, конечно же, второй вопрос, он намного шире, и я не уверена, насколько данная встреча может дать какую-то ясность в нем. Это принципиальное политическое решение относительно всей системы Толтекольских озер. Как город видит дальше развитие территории? Мы сохраняем эту систему или все-таки мы ставим крест на ней? Я, во-первых, жду, что они нам, во-первых, объяснят, почему они не выполняют свои обещания, которые были даны. Почему после того, как они озвучили, что будет приостановка, засыпка продолжилась, агрессивная засыпка. Второе, я хочу посмотреть на документы, насколько законны были эти решения в отношении вывода из водного баланса, в отношении застройки данного места, почему они продали это место без общественных слушаний. Люди же должны участвовать в процессе принятия решений. Наши доводы должны быть услышаны и признаны, что наши аргументы за сохранение должны быть приняты акиматом. И, соответственно, уже в этой плоскости вопрос решаться, чтобы все действия были максимально открытыми, законными, и общественность принимала участие в решении дальнейшей судьбы этой территории. Хорошо, подождем и услышим результаты встречи. У главных скандальных проектов этой осени я заметил одну общую черту. Вот ответ на вопрос «Зачем?» он как-то быстро проскакивается. И общество втягивает в обсуждение частностей, которые, по большому счету, к предмету не имеют отношения. Так и здесь, на Малом Талдеколе. Общественность экспертов Акимат быстро втянул в обсуждение аргументов, которые просто не имеют никакого смысла, что это лужа, а не озеро, комары, что оно отравлено и так далее. Хотя на самом деле цель какая? Захват земли, то есть засыпать озеро, сделать площадку для строительства. Ну или в конечном итоге это бабки. У них всегда в конечном итоге бабки. Обратимся к порталу Ротель. Расследование провела моя коллега Анастасия Багрова с Абкор портала по Астане. На карте отмечены три озера, которые подверглись уничтожению. Озеро под номер один есть на картах, но его уже не существует в реальности. Мы там были, и там действительно нет никакой воды, а только свалка строительного мусора. Озера номер два и номер три только начали засыпать. Озеро номер два мы снимали с дрона, а на берегу озера номер три мы были дважды, 27 сентября. Там шла как раз засыпка. И приезжали также 29 сентября засыпает Толдеколь, малый, не личный Акиман, да? Кто это делает? Мне сказали, что это застройщик, его САД-НС. Как сообщили в Министерстве экологии, этой работой занимается ТОО САД-НС, без проектной документации. Им выдали участок площадью почти 58 гектаров в августе 2020 года. При этом водные объекты перевели состав земель только в декабре прошлого года. Учитель ТОО САД-НС Габит Сатвалдеев. В интернете Габит Сатвалдеев упоминается один раз. На сайте Казахского агротехнического университета имени Сифулина. В 2007 году там проводили акцию «Останогород без наркотиков». И был приглашен Габит Сатвалдеев, замначальника управления по борьбе с наркобизнесом департамента КНБ Астаны. Где первый участок, мы начали засыпать. Тогда они нас сами позвали, сказали, мы хотим вам показать документы. Все соберитесь, пожалуйста, чтобы нас успокоить и чтобы мы больше не шумели. Они думали, что мы, наверное, недостаточно умные люди, на это купимся. Подрядчик нам показывал документы о том, что у их нанимателя-нанимателя есть права на этот участок. То есть этот участок у них там во временном безвозмездном пользовании. Но это не разрешение на стройку, это не разрешение на засыпку озера и так далее. Брат Габита Сумкар Сатвалдеев является учредителем ТОО САД Групп Проджект. Будет вести строительство на озере под номер один, где сейчас свалка строительного мусора. Там возведут многоквартирный жилой комплекс общей площадью 15 гектаров. Застройка на озере номер один уже неизбежна. До того, как Сатвалдеев Сумкар стал учредителем САД Групп Проджект, это ТОО входило в группу строительных компаний Джип Парк под таким названием. А Джип Парк создал Габит Сат Магомбетов в 2014 году. Немного о нем. Габит Сат Магомбетов, бывший сотрудник департамента полиции по Карагандинской области и нынешний депутат Маслихата Нурсултана. Большую часть участков, большей частью владеет управляющая компания специальной экономической зоны Астана Технополюс и еще есть Астана Новый Город. Это две у нас специальные экономические зоны, у которых там отдельное налогообложение, льготы, там прочие условия. А подрядчики на строительство у них там самые разные. Вот их многофункциональный комплекс туристский, там Ренессанс, это, по-моему, турецкая компания. Вот сейчас, который строит большинство, это сад. На карте отмечены два участка и оба они принадлежат АО, управляющая компания специальной экономической зоны Астана Технополюс. Из руководящего состава указаны двое. Председатель Багаджан Досказиев и его заместитель Серик Есим. Их объединяет долгий опыт работы в нефтяной отрасли, подчеркивает портал. Единственным собственником свободной экономической зоны является управление активов и госзакупок города Нур-Султан. Согласно сайту Астана Технополис, изначальная цель экономической зоны – стимулирование строительства столицы. В общем, мы видим, что на этом проекте бизнес и власть, они замкнулись в крепчайший замок, который уже не разъединить. Я бы даже сказал, что бизнес и власть здесь превратились в сиамских близнецов, у которых общая кровеносная система – это деньги. И для этих сиамских близнецов все живое, дикое, естественное, все, у чего есть душа, кажется неприемлемым. Вера, вас не было больше четырех часов. Вас пытали там? Мы все друг друга пытали. Не скажу, что дискуссии начались действительно конструктивно, были эмоции, были непонимания, но в итоге мы пришли к диалогу. Ушли мы с совещания с такой позиции, что на сегодняшний день корректировки в генеральный план города внесены. Вот эта группа озер Малый Талтыколь, она будет вокруг застраиваться, будет оставаться только часть этих озер. Узкая полоска. Узкая полоска, да. Где-то я задала 15 вопросов разными словами, но смысл их был такой. Как мы, как жители, можем влиять на процесс, и будем ли мы услышаны, и наши пожелания, и что мы хотим сохранить озера. В ответ фактически было сказано, что все будет идти по генплану, и озера будут засыпаны. То есть генплан спускался, как священное писание вам, да? Которое невозможно оспаривать. Ну, фактически так, да. Руслан, удалось пробить хоть маленькую дырочку в каменной стене? Очень старались, но на этом уровне, мне кажется, нет. Смотрите, а чем Нуркенов объяснил то, что он пообещал приостановить работы на Малом Талдыколе, и через 4 дня вновь появились самосвалы и бульдозеры? Нуркенова не было сегодня. Был только единственный заместитель, Султанбеков. Потом присутствовал руководитель управления архитектуры Уранхаев. Последний вопрос. Настроение кислое? Конечно, я заходил с настроем довольно активным, но в процессе дискуссии я понимал, что мы бьемся просто о непрошиваемую стену. Есть люди, которые от чистого сердца хотят из добрых побуждений. Но у них нет полного понимания проблем. Поэтому мы разъясняем, что этот водоем мы оставим, и ущерба экологии мы не должны допустить. Акимат своими вот такими действиями, которые противоречат нашим кодексам, они приводят к уничтожению природы. То есть у Акимата позиция за строительство. Система озер, Малый Талдыколь, на ваш взгляд, заслуживает ли того, чтобы объявить ее особо охраняемой природной территорией? Своё личное мнение могу сказать, да. Этот объект, да, заслуживает. Так как он является столичным и является природным объектом, он заслуживает внесения его для его сохранения и соответствующего сбережения, как говорится. Раз Саруахи оставили эти места, то остались мы люди, мы должны люди защищать это озеро. Мы должны после себя оставить природу нашим потомкам. Мы должны после себя оставить что-то хорошее, а не только долги, в которые мы постоянно влезаем и скандалы. Представим, ваш ребенок вырос через 15 лет и спросил, мама, вот ЖК здесь, City Lake, переводится как городское озеро. Да, да, да. Городская легенда станет. Потому что когда-то здесь было озеро, мы скажем, да. А ребенок спросят, а почему она исчезла? И что вы ей ответите? Скажу, жадность человеческая. Как известно, от качества и количества водных ресурсов зависит развитие и сохранение биоразнообразия. К вопросам экологии и сохранения биоразнообразия мы относимся очень серьезно. И кому теперь апеллировать? Не только экологическим активистам, но и всем, у кого душа болит за малый Талдеколь. Ну, естественно, президенту больше некому. Ведь именно Косымжумарт Токаев поставил точку в дикой, беспредельной истории горного курорта Кокжайляу. Он распорядился приостановить строительство ВИП-отеля в урочище Божжера. Но, с другой стороны, в сентябре он преподнес нам подарок. Объявил о том, что Казахстану нужна новая атомная станция. Не проведя перед этим референдум и вообще никак не посоветовавшись с гражданами. Я не думаю, что Косымжумарт Кемельевич прям завтра вот возьмет и поставит точку в этой истории с малым Талдеколем. Но хотя бы хочется услышать, что он думает по этому поводу. И, наконец, господин президент, ответьте на один простой вопрос. Вы с кем? Со своим народом? Или с теми, у кого большие деньги? Вызывает боль малый Талдеколь. Из страны талантливый народ бежит. И фламинго тоже улететь спешит. Катится застройщик на бульдозере По живому озеру. Строит на воде хитрое жулье Для людей опасное жилье Улетят чиновники в Лондон свой домой Когда станет город Акмолой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok